Всем привет! От моей работы с елой у меня осталась последняя бутылка. Я все долго не мог к ней приступить, в плане того, что она открывает, кроме самого вина, достаточно такую важную тему в самом виноделии, как использование серы. Сейчас попробую рассказать свои наработки в этом вопросе. Честно говоря, химией этого процесса, вот так конкретно я не занимался, и наверняка там меня смогут поправить люди, но есть опыт пробования, дегустации разных вин, и есть опыт работы вот с этой конкретно бутылкой во временном протяжении, в плане того, что я ее открывал на самом раннем этапе, я ее открывал на этапе через 2 месяца, я ее открывал через полгода, и вот теперь я ее открываю уже, ну, совсем через большое количество времени. Сейчас вы поймете, почему это важно. Очень мне нравится цвет этот, просто супер, конечно. Такой фиолетовый прямо. Нет, он, конечно, в красный немножечко идет. Давайте про вино сначала. Это у нас яйла, резерв, каберне, савиньон, мерло. И это вино сделано абсолютно без серы. Тут надо понимать ситуацию, что означает без серы. Потому что некоторые вина, которые написаны, что они там без серы, чуть-чуть серы все-таки могут содержать. Не скажу, что это такая общая практика. Мне придется деконтировать вино, и я скажу, почему это важно. Хотя, честно говоря, я еще не знаю, чем это все кончится, потому что бессерное вино в процессе созревания ведет себя менее стабильно, скажем так. Конечно, все зависит от мастерства винодела, но в основном, конечно, вот это как раз отсутствие серы, оно и предполагает вот такое развитие вина. С чего я начал? Для чего серы вообще у нас существуют? Дело в том, что мы знаем серу как стабилизатор и консерватор вина. То есть, добавляя серу, винодел предполагает, что вино, во-первых, закончило все свои процессы винодельческой практики, то есть оно готовое, и дальше с ним уже ничего в химическом плане не произойдет. Только будет развитие. И плюс там для перевозки и хранения, сера предполагается как консервант, который будет, кстати, вот здесь на бутылке видно или нет, прям такая камень очень серьезный по всей площади бутылки. Это тоже, кстати, момент. То есть, когда у нас есть сера, образование камня, ну, в зависимости от количества серы, сводится практически к нулю. Что еще важно? А, значит, сера, это не просто вот вы добавили и все. В винодельческой практике сера используется 5-7 раз в течение производства вина. От начального производства, от добавления, грубо говоря, в процесс мицерации, а может даже в дробилку может добавляться, в зависимости от кондиции винограда, от стилистики там вина, винодельческой практики, то есть там много всего. Я не вдавался в подробности, но сера, главное знать, что добавляется много раз в различных количествах. То есть, плюс у нее есть накопительный эффект, да, вы добавляете, 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 и она как бы какой-то, ну, накапливается. Плюс еще, с чем я столкнулся, когда серы добавляется очень мало, то она может уйти вообще в соединение вина, прямо в тело вина. И остаточной серы, так называемого параметра, может остаться ноль. То есть, можно ли назвать это бессерным вином? Нет. Хотя, ну, тут такая двоякая трактовка получается. Бессерый, да, бессерый, а вся она ушла в вино. Вот, но по факту нет. С чем отличается вот это вино конкретно? Дело в том, что ни одного раза из вот этих 5-7 процессов не добавлялась сера. Специально ли это было сделано? Нет. Это абсолютно такой экспериментальный вариант, и он в единственном варианте, я не думаю, что он повторится когда-нибудь, вот это вино. И главное, что оно до сих пор еще в продаже, хотя какой-то год, 2017 урожай. Я скажу, что по ароматике вино в порядке, с ним все хорошо. Кстати, как ни странно, развивается оно очень правильно. Значит, не добавлялось. В плане, почему, вот я говорю, не специально. Дело в том, что в процессе виноделия, производства вина, винодел решает, да, будет он добавлять серу или нет. Иногда это просто практическая необходимость, потому что из-за этого там вино может вообще не получиться. И сера, это такой момент триггерных точек для производства вина. То есть, это не просто там перестраховка какая-то, а это прям введение вина, либо купирование каких-то там нежелательных процессов, либо приведение этих процессов в более прогнозируемое русло. Это касается как раз там культурных дрожжей даже, хотя, в принципе, культурные дрожжи уже настолько построены серьезно, что, в принципе, практика их применения предполагает четкое следование их технологическим параметрам, скажем так. Вот. С дикими дрожжами, вот здесь дикие дрожжи, вот фактор использования серы, почему вот в основном натуральные вина не хотят использовать серу? Не потому, что она прям там мешает сильно, а дело в том, что каждое ее применение очень сильно влияет на дикие дрожжи. И они могут вообще остановить свое производство алкоголя. И процесс может быть до того прийти, что придется применять дополнительные дрожжи, там какие-то вкидывать культурные. а это практику пытаются исключить этот момент, потому что любое вот такое дополнительное влияние с какой-то процентностью такой достаточно вероятной может испортить вино. Бывают случайности, да, и мы часто слышим про то, что какие-то случайные моменты в винодельческой практике приводят к каким-то там хорошим винам. Вот. Но все-таки это не часто случается, чаще можно вино испортить. Так, значит, что еще? Это, друзья, мы прошли. По серии. Значит, сера используется там в 95% вин. И есть такой момент, что сера не придает никакой дополнительной характеристики вину. То есть, она не обладает вкусом, там, ароматикой, и поэтому применение серы это закрепившаяся практика, и ничего плохого в этом нет. Но почему же некоторые хотят избежать серы? Во-первых, да, вот в виноделии, если натуральное виноделие, то это просто мешает производству. Но это разный характер вин. Когда вы берете бессерное вино, вы должны понимать, что это не будет таким вином, к которому вы привыкли там на полках. Потому что вот моя практика показала, что серы выступает не столько консервантом, сколько ну, таким немеханическим способом фильтрации вина. То есть, добавление серы приводит к тому, что из вина выпадают какие-то мелкие параметры, мелкие, какие-то мелкая ароматика, такая вторичная, скажем так, оттенки, оттенки. Это могут быть оттенки брожения, это могут быть оттенки лакокраски и так далее. То есть, это в принципе то, что в нормальном вине заводском, в принципе, и не нужно. Но когда мы говорим про натуральное вино, то они как раз обогащают. Особенно, если вино делается в серьезной такой традиции и практике, то может быть иногда это и главная часть этого вина. Вот. И часто мы, ну не часто мы наблюдаем такую ситуацию. Когда мы берем какое-то заводское вино и там уже много серы добавлено в бочке, то в принципе вино, когда мы пробуем из бочки, может быть оно там свежее, может быть оно ярче, но в принципе оно уже похоже на вино. Но когда вы берете из бочки вино, пробуете вино, которое не предполагает или предполагает минимальное количество серы, то оно может показаться не готовым. И вам винодел честно говорит, оно еще не готово и так далее. И поэтому оно такой вкус имеет. Оно обычно там непрозрачное, оно такое с, знаете, иногда его сравнивают с бабушкиным вином. Но самое интересное, что про бабушкино вино я слышал и про вина, который содержит серы, но сделанным там в натуральном стиле, например, или маленькое количество серы, где вот этот остаток брожения есть, все сразу начинают вспоминать бабушкино вино. Хотя это абсолютно разные практики, да, контролируемые вещи неконтролируемые. Даже вот эта рубашка в винификаторах охлаждающая, понимаете, это уже очень серьезная технология. Вот, чем банка там с перчаткой сверху. Вот, что еще важно? Так, серо, 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 что-то я про серу, про серу, про серу. Вот, значит, то, что вино может быть разным. И с этим связано вот этот один моментик такой, что бывает, что вы попробовали с бочки вино, оно суперское, вы потом берете через несколько месяцев в бутылке, и это совершенно другое вино. Это именно бывает, что вот это количество добавленной серы не значит, что большое, а просто влияющее, скажем так, на конечный продукт, менять вино достаточно серьезно. И я вот говорю, я не знаю, насколько это в практику входит, но возьмите вот это бессерное вино и добавьте в него серу, скорее всего, вы получите вот это простое, обычное вино, скажем так, которое мы привыкли с полки пробовать. Поэтому это не хорошо и не плохо, это просто другой стиль вина. И в принципе, многие, кто привык к стандартному вину, скажут, что это его дефекты. Но на самом деле это просто вино более насыщенное. Давайте, наконец-то, к этому вину. Мне, наверное, придется делать второе видео, почему я его декантирую. И помните, с чего я начал. Давайте конкретно к вину придем, подойдем. Наверное, большое видео получится, но что делать. Значит, когда я только первый раз получил это вино, видите, здесь значок, что обязательно декантирование. Вино было с таким, с таким, с таким остаточным духом лакокраски и вот этого неоконченного выражения или что-то такое. Хотя, чисто технологически, естественно, оно полностью было закончено. Просто вот это не добавление серы, абсолютно полностью на всех этапах, оно его сделало настолько живым, что вот казалось, что это прям недобро. И я его принес на дегустацию в такую полупрофессиональную сферу, скажем так, даже профессиональную. И некоторые профессионалы были удивлены и сказали, ну нет, ну нельзя же такое неготовое вино выводить на рынок. это просто недоброт. И вот один человек до сих пор у него вот это закрепилось момент и он до сих пор не принимает не то, что это вино, а эту марку. Вот. Но вот бывает такое. Это ближе, конечно, к характеру человека, чем к фактическому материалу. Вот. Дальше. Из этой же дегустации пару человек потом пришли ко мне на дегустацию через пару месяцев и мы провели декантацию этого вина. И вот через 40 минут оно пришло в полностью нормальный вид. Нормальный вид вот этого бленда Каберне Мерло без всякой лакокраски. И они были удивлены. Они говорят, мы не могли поверить вот с тем вином, как будто разные вина, что оно может превратиться в нормальное вино. И потом, через год, я поехал в Калининград и там провел дегустацию, где я открыл две бутылки. Я открыл бутылку, одну декантировал, а другую дал попробовать прямо с бутылки. Но я ее дал в то время, когда уже вино было продекантировано. И, то есть, через 40 минут. И это было два абсолютно разных вина. Сейчас, если вернуться к этому вину, то по ароматике я чувствую, что вот эта лакокраска, она практически ушла. И декантировать 40 минут мне не придется это вино. Оно реально в хорошем состоянии. И знаете, я недавно как раз разговаривал с Сомелье одного бара. Капитал Балабар в принципе в Санкт-Петербурге, можно об этом сказать. И я говорю, слушай, там такое вот это вино неоднозначное, что на последнюю дегустацию его не приносил, потому что были блогеры и они могли неправильно понять, зная вот свой опыт, неправильно понять это вино. и тогда они могли бы скоррелировать это мнение на всю марку. А он мне говорит, да с ним все в порядке. И вот я сейчас открываю и понимаю, что оно даже не требует декантирования. Давайте к цвету. Цвет не очень прозрачный, хотя по бокам в принципе есть видимость. И даже, кстати, она достаточно большая, но вот из-за того, что вино без серы, то я бы сказал, что в нем вот есть некоторая даже такая как бы непрозрачность. Хотя ну середину не видно, а в принципе по бокам в районе сантиметра достаточно видно все. Цвет достаточно молодой. Не знаю, можно было бы угадать, что это семнадцатый год или нет. он, конечно, не в такой вот, как вот пробка. Кстати, можно посмотреть старую пробку яйлы. Она цельнокорковая, такая вот очень как будто залакированная. Мне она очень нравилась, но пробки себя в итоге повели потом не очень. В зависимости от партии они могли быть с корковой болезнью. Вот смотрите, здесь еще яйла написано без ай. Но чисто эстетически пробка, конечно, выглядит великолепно. В общем, с вином все в порядке, пахнет офигенно. И вот эта вот лакокраска она полностью ушла. Хотя, когда она была в начале, мы открывали это вино, было страшно реально. А теперь я понимаю, что это была удачная практика, но еще раз повторюсь, что она была основана на процессе виноделия. Просто так получилось, что винодел на каждом из этих пяти-семи этапов подходил к вину и понимал, что можно не сульфировать вино. Не сульфитировать вино. Не добавлять серу. И только именно качество урожая и качество, скажем так, винодельческого процесса привели к этому результату. Вот так вот. Ну, давайте попробуем. Нет, вот чувствую я изменения. В принципе, я так и предполагал, что когда вот эта лакокраска уйдет из ароматики, она все равно куда-то должна прийти. И она пришла во вкус. Достаточно характерный вкус такой вот для... Он очень характерен для гринаша, такого подгнившего, немножечко подгнивших фруктов. Здесь даже они немножечко такие окисленные, но с вино все в порядке. И кислотность превратилась в такую немножечко железистое. Последний раз я такой наблюдал в вине. Это было молдовское вино пуркарии. Не помню, там из мальбека оно сделано или с чего-то такого местного сорта. Но оно было 98 года, с ним было все в порядке. Но вот кислотность превратилась в такую немножечко железистое. И она очень округлая, очень такая немножечко даже переходящая в овощи, скажем так. Но они все равно фруктовый тон он остается. Но вино стало таким очень сложным, но скажем так из-за этого неоднозначно. Давайте еще раз попробуем. знаете, с ним все в порядке реально. Оно достаточно тонкое и напоминает мне чем-то старые пину ну аре единство что не совсем в бургундской теме скажем так. Тут странное такое впечатление у меня почему-то образуется как будто вино с одной стороны молодое а с другой стороны оно уже чуть-чуть за пиком своих возможностей. но только из-за этой кислотности и немножечко овощного привкуса. В общем-то это очень интересный опыт в плане того, что кислотность хорошая, фрукты неплохие. Единственное, что они поддержаны достаточно сильно нотой лакокраски, поднивших фруктов, немножечко окисления. Но хотя этого окисления в самой кислотности не чувствуется. Только в этих вкусовых аспектах. Но это делает это вино каким-то очень нестандартным. И знаете, что еще? Если по ароматике и по вот не, ну подвижность достаточно большая, здесь 13% алкоголя, то есть небольшой процент, но вкус и тело они очень прозрачные. Почему я говорю, что это похоже на пиренуар? И немножечко создают какой-то такой объем, но это вот так вот играет кислотность. В общем-то вот теперь надо только перепробовать в плане того, что как оно себя поведет после декантации. в плане. В общем-то,